Всем привет! Меня зовут Саша. Я не в обычном месте нахожусь, а в горах, как говорится, в крепости Азиула, в Грузии. И кто в гостях-то, кто приехал? Всем привет! Меня зовут Богдан. Добро пожаловать на канал Саши. Рад вас видеть. Да, мне кажется, тебя тоже очень рада видеть. Наш дуэт, кстати, очень даже полюбился. Это, мне кажется, самое просматриваемое видео было у меня на канале и есть. Вот сейчас будет новое самое просматриваемое. Приношу трафик, значит. Принос трафик. Это мы не просто так, знаете, в горах тут собрались. Богдан приехала со своей учебой из Франции, расскажет чуть-чуть попозже об этом. А мы сегодня проведем небольшой слепой затест, который мне дала моя подруга Регина. Я первую часть сделала с Иракли, я мужа записала. А сегодня, наконец-то, Регина там пляшет, сидит, точнее, она тут рядом помогает нам. Вот, и мы затестим пять ароматов из ее коллекции. Ты готов? Ты как давно, кстати, слепой затестился? Слепой затестился, да. Очень давно. Питан. Ругает. Шпа. Шпа. Я ничего не знаю. Я буду вам переводить, а то он уже забыл русский язык. Сейчас, подожди. Где номер пять аромат? А, номер шесть должен быть. Так, держи. Я сама уже забыла, как это делать. Простите, шумлю вам, да, тут. Ну, ничего, ASMR. Так. Держи. Как, кстати, правильно и профессионально с блоттером обращаться? Ну, во-первых, я думаю, логичнее будет держать его за толстую часть и распылять на узкую часть. Ну, просто так удобнее. Вот. Во-вторых, ну, как мы делаем обычно, да, мы, мы люди, которые обучаются парфюмерии. Да, на самом деле, как делают люди из индустрии, да, когда они наносят аромат, то, во-первых, не нужно это делать вот так, слишком близко. Я как-то постоянно, в последнее время постоянно вижу в магазинах, что делают, даже консультанты иногда так делают, они берут флакон и они почему-то начинают распылять вот здесь. Остается такое мокрое пятно. Да. Мокрое бумаги. Концентрацию спирта. Да, да, то есть это все-таки просто, просто, просто получается мокрое, мокрый, мокрый картон. Так делать не нужно. Нужно, сейчас нужно распылить так, потому что ветер дает на тебя, я сделаю вот здесь. Да. Ну, приятно, так что можно. Чтобы с расстояния, ой, так, по-моему, на тебя улетает. Саша, сейчас я так, вот. О, я как-то знаю, что это. Вот, и далее, ну, у нас тут нет стола, поэтому это не важно, но если вы у себя дома будете делать, то, конечно же, вы загибаете кончик, прежде чем вы кладете блотер на стол, чтобы, что? Чтобы аромат не попал на стол, если спирт будет попадать на стол, это может со временем нанести урон, да, поверхности стола, вот. Ну, у нас здесь нету стола, поэтому мы загибать не будем. Что, нюхаем? Я фэнси, я фэнси теперь правильно. Дежу блотер. Аромат, кстати, номер шесть, если что, потому что первые пять мы, как я уже сказала, с ираклем обозревали. Ну, давай, ягоды. Ну, цветочно-фруктово-мускусные. Очень-очень много ягод красных на старте, не чуешь? Да, есть. Мне еще что-то типа яблок или груш. Да, кисленькое, что-то кисленькое. Не знаю, смородина ли, не уверена. Что-то красная ягода может быть? Смородина, да. Малинка, клубничка. Тут явно есть смородина, просто она выдает, она может быть выдает за себя под, ну, притворяется какой-нибудь... Красной смородиной. Какой-нибудь ежевикой или малиной или чем-то таким. Может быть, да, да, да. Очень симпатично. Вот я помимо мускуса в базе вот таких красивых фручули, как это называется, нет. Я чувствую еще розу как будто бы. Да. Роза, смородина, мухолитая, бергамот. Женский, да, цитрусы, может быть, кислинку дают. Очень женственный, полетный, такой хороший, юный, ягодно-фруктово-цветочек. А что еще из цветов? Может, осьминчик? Я бы сказал, да. И вообще, что-то мне очень сильно напоминает, и я это пробовал, я это знаю. Слушай, мне показалось в первую секунду, но тут как бы пунша не хватает. Пунша и пузырьков не чувствуешь, каких-то шампанских. Я подумала, что это... Что это твоя Лолит Олимпика Омабиш? Нет, нет. Оно пахнет прямо вот этим вот беллини, нет. Персиковым этим напитком с шампанским. Но нет, здесь как будто бы это американский вот этот аромат, где на роликах девушка катается. Я еще Барби его определила. Регина показывает, что это не он. Ну, тогда... Не знаю, о чем речь. Или люксом каким-то пахнет. Ну, это люкс. Я вообще, ну, я бы предположила, что это какой-то, может быть, или недорогой люкс, или, может быть, это какой-нибудь какой-нибудь рефлейм. Да, ну, рефлейм... Слишком хорошо для рефлейм, да? Нет, это когда последний раз рефлейм нюхал. Он, кстати, не очень, даже как и Иван, очень неплохие ароматы есть. Особенно их какие-то коллекции с парфюмерами, которые они сейчас выпускают. Я привозила вам в Ереван один на затест, не помнишь? Почульный как раз. Ну, это что-то не дешевое... Не... Ну, не масс-маркет, это... Наоборот, я хочу сказать, не новое. Не новое. Не новое. Это какие-то... Десятые, да, где-то? Десятые, плюс-минус. Еще дальше. А, значит, люкс. Сто процентов какой-то люкс. Девяностое. Начало двухтысячных, скорее всего, люкс. Какой люкс это мог сделать? Ну, типа, не Живанши, наверное, они более розно-сладкие тогда сделали бы. Мне кажется, это какой-нибудь такой бренд, такой третьего... Третьего какого-нибудь эшелона. У нас хорошо, что есть сама загадывальщица, она сидит и нам показывает. Нет, это очень удобно. Это бренд какого-то третьего эшелона, грубо говоря, Хлоя, Нинаричи. Подожди. Вот куда-то в ту сторону. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Не чувствуешь легкую пудровость? Легкую пудровость. Чувствую. Ред джинс Версачи не похож. Он с Вен Вей Вайлет. Я понимаю, что ты... Вот это как будто что-то такое. Это такие духи из дьюти-фри за 20 евро. Да, и еще второй был Вуман от Версачи, по-моему, в сиреневой упаковке. Очень похож у меня был. Я купила его за 20 евро как раз. Ой, боже, как он похож на этот Вуман Версачи. Ну, а что там? Эскада такое... Тут есть такая пудра какая-то лавандовая. Лавандовая пудра. Ванильная. 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 Да, немножко фиалковая. Немножко фиалковая. Вот именно вот как из Red Jeans из этих или из этой Вуман. Слушай, прямо что-то дико знакомое. Очень знакомое. Что-то такое, что может быть до сих пор производится и до сих пор в дьюти-фри на нижней полке стоит. Угу. Скорее всего. Всегда на скидке. Мы не назовем, наверное, уже аромат. Нет, но бренд, вот я сказал, это какая-то такая категория каких-нибудь Карл Лагерфельд. Мирако Ланком? Нет. Не Ланком. Нет, это что-то из третьего эшелона. Ну, Карл Лагерфельд, мне кажется, позже уже появился. Ну, ладно. В общем, мы сдаемся. Сейчас нам Редина за кадром скажет, что это. Голосом прям. Это Кристиан Лакруа базар. А мы не знаем. Ну, смотрите, Кристиан Лакруа. Я знаю, что у него была коллаборация с Эйвен. Да, очень широкая. И вот это единственное, что я знаю. Окей. Окей, мы не угадали, но в принципе направление-то, начало хорошее было. Персики, да, я сказал про персики. Ты сказал? А, нет, я сказал груши-яблоко. Да. Ну, окей. Мы не назвали с тобой. Фруктовость. Да, да, вполне. А год какой? А какой год? 2002. 2002. Прям яблочко. Начало нулевых, да. Да. Так, аромат номер семь. Я, кстати, разнашивала чуть-чуть именно вот эту вторую часть за теста, но забыла все свои каракули, записи. Дома, конечно же. До Регины доносятся. Дома, облако, аромат. Мокрые руки. Ты это прям так щедро нанес. Хорошо. Лекарство. На контрасте клево. Фужер. Сэй фужер. Древесный. Да. И как будто бы чуть-чуть какой-то сосновый, что ли. Терпеновый, да. Терпеновый аромат. А терпеновый переведи еще для всех. Терпеновый это вещества, которые, соединения, которые содержатся в хвойных, в деревесине, хвойных деревьев. Вот. Сисквитерпен они называются. Класс душистых веществ. Значит, это мои душистые вещества. Я люблю очень. Да. Они отпугивают как раз. Они участвуют в обменных процессах. Они отпугивают всяких вредителей. И они обладают вот этим запахом хвои, смолы и так далее. Заслащивается. Нюхай. Пошла смола, заслащивается. Как будто бы вот эта смола чуть-чуть сладкая с дерева льется. Как будто бы какие-то смолы здесь есть. А что у нас сладкого из смола? У нее он пахнет... А бензоина здесь нет? Он был бы слаще еще. Нет, он пахнет кедром сандалом. Сандалом тебе? Кедром, да. Какой-нибудь атласский кедр. Сандалом. А нету какого-то сосны, можжевель. Вот что-то такое, да? Слушай, какой прекрасный... И знаешь что? Я чувствую анис или вот какую-то спирсию. Тебе не кажется, что... Анис как-то ржбалзам. Мне кажется, что анис, да. И мне кажется, что тут либо бальзам фэр-балзам. Да, фэр-балзам. То есть пифтовый бальзам какой-то. Вот. Слушай, это прям красиво. Учитывая то, что я не люблю анис, но это классно. Но это на грани с... Это на грани с мазью... Да, да, да. Бальзам-звездочка. Да, это на грани с какой-то натур-парфюмерией и с мазью от спины. Очень бахнет бальзамом-звездочкой сейчас. Я бы такое не носил. Слишком буквально. Ну, то есть ты думаешь, что это какая-то крафтовая история? Это ниша. Я вообще такое в люксе представить себе не могу. Да, я тоже так думаю. Либо это какой-то очень узкий крафт. Ну, то есть какая-то определенная страна. Может даже украинская. Регина из Украины. Но она говорит, что нет. Не оттуда. Ну, вообще сделано хорошо. Мне кажется, он будет очень красиво, смолисто услащиваться на коже. Да, и еще свежее такое. Она будет давать такую камфорность. Что же это может быть? А тебе нет какого-то рыбного чуть-чуть привкуса? Нет. Ну, короче, да, бальзам-звездочка. Что-то такое. Ниша. Какие годы, не знаем. Ну, типа... Я вообще... Ну, мне сложно себе представить, где такое могло бы быть. Мне интересно узнать ответ. Я легко, ну, как бы готов поверить в то, что это какой-нибудь бренд, который мы даже никогда не слышали. Ну, давай. У Регины есть такие экземпляры. Все время что-то придумывает. Давай, говори, что там. Это бренд Лоренцо Вилареси. О! Пипер Нигру. Прикольно, я его знаю. Он у меня есть в сэмпле. У тебя уже что-то... Тогда я бы не подумал. То есть это итальянский бренд. Я его пробовал один раз. У меня где-то этот сэмпл лежит. Я вообще забыл, что он у меня есть. Да, Лоренцо Вилареси это парфюмер из Флоренции. Я встречался с его супругой, с его сыном. Они нам проводили экскурсию по музею Лоренцо Вилареси в Флоренции. И, собственно, там в бутике этого музея я и приобрел спрей для дома. И мне в подарок дали просто целый пакет сэмпл, в том числе Пипер Нигрум. То есть это аромат на тему черного перца. Черный перец. А мы, кстати, его и с тобой не назвали. Не назвали. Хотя теперь, конечно, я его чувствую. Я хотела сказать, что специя стала анис. Он в первую очередь древесный, чем перечный. А какие там ноты, Регин? Мята, анис, цитрусы, фенхель, крес-салат, перец, гвоздика, алибаном, алимии. Алибаном. Вот алимии еще. Перуанский бальзам, кедр, петитгрейн. Ну, короче, мы так нормально подугадали. Ну, бальзам-звездочку, да. Ну, видишь, Италия. Крес-салат. Крес-салат. Крес-салат, крес-салат. Нормально. Видишь, Италия, она такая. То есть итальянская парфюмерия, она более прямая, прямолинейная. Буквально. Как и мода. Да, то есть она, ну, французская, итальянская мода отличается кардинально тем, что итальянская больше про работу с, как бы, про материал. Да? Вот, и эксперименты у них прям какие-то, знаешь, тоже. Именно эксперименты, именно с текстурой. Да. То есть они не настолько заинтересованы, например, в крое и в каких-то неожиданных стилевых решениях, сколько они заинтересованы в интересных экспериментах с самим сырьем. Например, как Матье Блази делает в Ботега Вен, это там джинсы из кожи, например, да, которые визуально, ты вообще никогда не догадаешься, что это кожа. Вот такого рода какие-то такие штуки делают итальянские кутюрье. Вот, и итальянская парфюмерия тоже отличается тем, что там более какая-то такая предметная ведется работа конкретно с ингредиентами, с raw materials, в отличие от французской, которая больше стремится сделать как что-то более абстрактное, то, что пахнет как бы само собой, пахнет именно духами. Аромат номер восьмой, ну-ка, что там налила нам Регина. Вы, пожалуйста, извините, если вдруг то ветер завывает в микрофон, то меня, может быть, не слышно. То, как зверя назовоят. То, как заплачет, как дитя, потому что мы на природе, но зато у вас тут, покажу вам еще гор потом. Фужерный люкс, но для женщин, нет? Это как-то вообще совсем недорого. Да. Мускусная такая база, это, знаешь, это режет нос. Хотя со временем кажется, что она не такая простая, как прям в самой первой секунде. Но мне кажется, он очень недорогой. Прям очень недорогой. Вообще на грани с мужским. Это фужер, это стопроцентный фужер. Мне кажется, здесь какой-нибудь там дубовый мох, лаванда, кумарин. Ну, кумарин было бы слаще тогда чуть-чуть. Я дегидромерценол чувствую. Да, есть такое. Ну, то есть это пахнет, как мужской люкс, но который, знаете, разбарвили баллоном воды. То есть ледяной воды налили, и пару капель налили этого мужского люкса, и он оказался не таким и плохим. Надо учесть, что мы сидим здесь, очень хорошо сидим, хотя мне камни впиваются. Почти лежим. Ну, потому что мне неудобно, мне камни впиваются в пятую точку. Бедняка. Но мы сидим на ветру, на горе, и здесь, конечно, здесь прям продувается очень хорошо свежим ветром, и поэтому наши впечатления, они будут отличаться. Я думаю, что если бы у нас сейчас была самая вообще концентрированная версия Левье Бель, она звучала бы прекрасно, потому что много воздуха. Все как будто облегчается, но здесь, знаешь что, очень похоже на какой-то колоний стамбульский. Вот они делают даже иногда колонии с розой, не вот у меня есть очень хороший колоний с розой, а есть очень плохой. И это ателье Ребюль тоже, но при этом это вот такая противнючая мускусная роза, хотя розы здесь, ну, ни в каком месте не слышно, но вот у меня есть прям ателье Ребюль розовый колоний, который вот так вот пахнет. А мне вначале показалось роза, вообще, мне это напоминает. Ну, вообще звучит как фужер, но на самом деле это какой-нибудь розовый колоний. Фруктовый фужер, это же это какой-то внучок Авентуса. Да не, Авентус красивший, там же эти ананасы хорошо слышно. Тут не ананасы, тут какая-то такая более разбодяженная. Хотя банка с ананасами есть, вот железная вот эта, которая кровью. Какие-то фрукты, ананасы это или нет, непонятно, но здесь есть тропическая составляющая, тропическая хвойная. То есть это что-то типа либо ананасы, либо грибфрута. Ну, мангом это не пахнет. Не, мангом нет. Но ананас может быть. Тропическая слэш хвойная, такая тоже на полпути к терпеновой. Есть такая вот, здесь есть часть, которая соединяет фруктовый аспект и фужерно-ароматический. Фруктовый фужерный колонь какой-то, не знаю. И не очень дорогой, да? Мне это пахнет не очень дорого. Да, мне тоже. Ну, типа, я бы... Мне это не пахнет суперсовременно, я бы тоже это отнес каким-то нулевым. И это не ниша, ну, как, ну, звучит не нишево. Ну, вот я бы туда куда-то бы отнес, куда-то бы вот где Кристиан Лукруа, куда-то в такой же ценовой сегмент. Да, да, так и есть. Ценовой и... Ну, тогда узнаем, Орегина, что это у нас... Это Gucci Rush 2. Что? А-а-а! Открытие вечного! А я не знаю второй, я знаю только первый. Слушай, я его пробовала. Это Gucci Rush 2. Который в розовом пластике? Да, в прозрачном. В прозрачном розовом пластике, слушайте, ну трэш вообще. Мне первый не нравится. Я обожаю пи... Я знаю, что не любишь первый. Я очень люблю первый, это офигенно классный пластиковый перстик с вот этой вот пластинкой, кассетой VHS и так далее. Но вот это прям плохо. Но мне это не подходит. Как бы вот нулевые. Ну, нулевые в своем плохом плане, не знаю. Такие очень синтетические. Да. Слушай, ну и хорошо, что Gucci Rush 2 у меня нету и не надо нам. Да? Держи. И что, Регина, ты хочешь сказать, что это не фужеры, не фруктовый? Мускус нет. Мускус и есть. Точно. Ладно, что-то я делаю. Тут вообще мы другая. Окей, ладно. Мы перегрелись на солнце. Так, хорошо. Но мускус-то хотя бы угадали неприятный. На, номер 9 аромат. Номер 9. Так. Я, короче, все время, по-моему, отворачиваюсь и говорю вне микрофона. Поэтому, если что, будет говорить один багдан. Ну уж нет. Держи. Так. Так, чем-то хорошим запахло. Ну-ка, давай. Ой, я опять взялась по привычке. Ой, это какой-то винтаж. Ой, это какой-то, знаешь, альдегиды, ирис, пудра. И пахнет как хороший старинный винтажик ароматик. Ну, то есть это не Франческо Бьянки, которую мы с Региной, кстати, любим. Это не она. Это Шанель, нет? Шанелью пахнет. Это не Джерси. Нет, оно же лавандовый. У-у-у. Ну, вообще похоже на Шанель. Мне нет. Да? Господи, что это? Ну, ирис здесь точно... Для Шанеля грубовато. Как будто бы лаванда, ирис, мускус. Да. Альдегиды на старте. Может быть, каких-то еще очень много цветов. У украинской марки Неглиже Парфан есть ирис, но он так не пахнет. Ты думаешь, что это не может быть Франческо? Нет, нет. А нее ароматы Франчески, они настолько жирно-пудровые. Они очень телесные, они же анималистичные очень. А это холодный аромат. Это холодная пудра. Ну, сделай скидку на то, что мы на улице. Нет, сто процентов. Во-первых, я очень хорошо знаю Франческу Бьянки. У меня есть весь ее сэмпл-сет. И я их ношу через день. Нет, это точно не она. Сто процентов не она. Я буду злиться на себя и на горный воздух, если это она. Он холодный. Я без понятия, что это. Это пудровый женский аромат, фиалковый. А что думаешь, люкс или ниша? Мне кажется, люкс. Я думаю, это могла бы быть Америка какая-нибудь. Там какая-нибудь, вот, кивает головой Регина. Я думаю, что это может быть Америка. Это какая-нибудь Элизабет. Не даже не Элизабет Арден, а вот эти все женщины. Такие вот. Силуаудер? Нет. Такие менее известные. Сделано очень прилично. Мне это пахнет такой чистотой, мускусной, пудровой, косметической. Учительницей. Да, и американки такое любят. Я прям вижу, как это рекламируется по телевизору, знаете, только сегодня. В нашем телемагазине. Серьезно? Я думаю, что это недорого. Я думаю, что это уже где-то там пределы 30 долларов. Думаю, что это старый люкс. У меня сложно сказать, какая это декада. Девяностые. Конец девяностых, начало двухтысячных. Тоже начало двухтысячных? Это Гвен Стефани. Да ты что! Гвен Стефани называется Harajuku Lovers, а аромат Baby Harajuku Lovers. Harajuku Lovers. Короче, это Гвен Стефани и ее аромат Harajuku Lovers. Офигеть. Он вообще не сладкий. Не японский. Нифига. Потому что Harajuku это знаменитый вот эти вот модный район в Токио. И он вообще не приторный. Ну, он пудровый. В принципе, как бы, наверное, можно себе это представить с образом Гвена Стефани, когда вот она была в «Зените своей славы». Наверное, можно как-то это сообщество отнести. А я вообще, я тогда ее очень сильно слушала. Я знаю все песни этого альбома. Этих двух там ее таких выстреливших альбомов. Но совершенно не мячится с Гвен. Не мячится с Токио и с этим модным кварталом вот этих девочек, которые Harajuku Girls. Не знаю, мне мячится, потому что они же, у них есть такой прям макияж, такой фарфорово-кукольный, да. А, ну типа, что это куколки, да. Но, честно, для меня прям открытие. Потому что у Гвен Стефани я, мне кажется, вообще ничего не пробовала. Я тоже. Ну вот, теперь мы знаем. Ну, это вообще не приторно ни разу. Спасибо. Да, это хорошо. Это было хорошо. Аромат номер 10. Ничего не угадали? Ну, мы угадывали зато ноты. Это наша основная цель. Говорим мы. И всегда говорили о том, что... Я поправдываю себя. Так. Ой. Ой, а хорошо. Груша. А мне можжевельник. Сосны опять. Гриффрут. Гриффрут. Гриффрут очень. Гриффрут слэш ревень. Помплимус. Вот этот. Похоже очень на ветивер помплимус от Зара. Но это... Нет, это кислее. Марихуаннее. Да. Ветивер здесь должен быть. Ветивер. Гриффрут. Мускус. Бергамот. Может быть лайм. Лимон. Колонь. Колонь хороший. Ну, ветивером мне прям пахнет. Вообще, честно, очень похоже. Ветивер помплимус. Либо джамалонистая какая-то история. Нет, слишком агрессивно для джамалон. Я вот вчера душилась этим ветивером помплимус. Очень похоже. Если вдруг это какой-то дорогой ромат, то вы знаете, где найти, если он... Нет, я имею в виду агрессивно для джамалон Лондон. Лондон. Для их основного. Для бренда. Потому что Зара, ветивер, это с ними... Это не с ними. Это не с брендом. Это с самой джамалон. С самой джо, да. Блин, ветивер я чувствую. Хороший, зеленый, слегка дымный, кисленький. Такая кремовость в нем приятная. Ой, вообще классная. Я бы им прям полилась. Сегодня он подходит к этому горному воздуху. Но он как-то быстро ушел. То есть он прям колонь-колонь, знаешь, 3 секунды эгисперит. Он не уходит в пудру. Да? То есть что-то может давать, кроме ириса фиалок. Пудру дает еще гелиотроп иногда. Гелиотроп дает, мускус дает. Мимоза дает пудру иногда. Мимоза дает. Здесь какие-нибудь цветочки должны быть беленькие, прозрачненькие. Ну, не нероли, не флерд оранж. Ну, вообще он колонистый колоний для меня. С фужерным подтоном. Ну, в общем, мне нравится. Я бы носила этот. Ты хочешь, кажется, 2010-й? 2015-й где-то. Угу. Я сдаюсь, но я бы носила такое. У него в нем есть пересечение. Сейчас удивишься. С Диор Дюн. Чего? Нет. Особенно нет, потому что у меня есть винтажник 90-й. В нем есть такая ароматика. Где? Подожди. Немножко такая хвойная. Так в Дюне нет никакой хвои. Там пески, сахары. Песочно-хвой. Вот такая соленая песочная хвоя. Такая странная. Ну, здесь нет такой раскаленной ароматики. Минеральность. Вот, соленая минеральность. Которая есть в Дюне и которая есть в Киндом Макуин. Киндом, кстати, я пробовала один раз. Они очень похожи с Дюн. Да, они очень похожи с Дюн, только в Макуин более анималика. Я ношу Дюну свою, вот, которую винтажную, только в супер-жару. И тогда она раскаливается еще до более каких-то красного цвета. Вот он мне сейчас прям похож. Но, то есть, у него старт был абсолютно другой, поэтому это точно не она. Нет, нет, точно не Дюну. Нет, 100%. Колонь какой-то. Спрашиваем, что такое? Я не думаю, что это колонь, потому что очень древесно. Это французский бренд Alex Simon. Нет, я не знаю, такой аромат. Это пахнет мне. Он вот сейчас кедром. Кедр хороший. Ветивером. Ветивером. И грейфрутом, мандарином, чем-то еще зеленым. Цитрусы они так пикировали, пикировали, вот пришли на эту деревянную посадочную полосу. И сделали пик горном, где мы сегодня здесь сидим. Слушай, ну, классно. Ну, как бы симпатично. И здорово, что подборка разная. То есть, здесь было и люкс, и такое, и классное Гвен Стефани. Для меня вот открытие это Гвен Стефани сегодня было. Да, неожиданно, потому что обычно все-таки серебряная парфюмерия, мы ожидаем от нее какой-то сладости, каких-то пупсов розовых. Ну, гонение за этими трендами, коммерцией, все вот это вот гурманика, которую хочется съесть, потому что, ну, типа, звезду всегда хочется съесть, потрогать, как конфетку. А здесь это вообще другое, это что-то такое утонченное, это что-то интеллигентное, это что-то такое отстраненное немножко, но при этом, да, кукольное фарфоровое и с классным фиалкой и ирисом, который напоминает нам старый добрый хороший люкс. Вот я из всего запомнила пока Гвен Стефани, больше всего. И первый, кстати, очень был тоже неплохой аромат, такой приятный люксик. Лакруа? Да, если хочешь, не знаешь, что нанести и хочешь хорошего настроения на вот как раз-таки начало весны, то мне кажется, Лакруа был вообще прикольным, потому что вот эти ягодки, они поднимают настроение. В общем, друзья мои, вот такой у нас был слепой затест, мы ничего не угадали, но угадали все, и заодно еще посидели в красивых горах Кажори, это красота, дальше Богдан отправляется в другие горы. Но сначала мы поедим хинкали. Мы отправимся сейчас здесь в хинкали, а вам мы передаем большие приветы, говорим огромное спасибо Регине, которая не только нам предоставила затест для обзора, но еще и помогала со светом здесь и подсказывала нам правильные ответы. Мадлоба. Биви Мадлоба, большое спасибо. В общем, скоро с вами еще увидимся, так что вот вам такой сюрприз, спонтанный, импровизированный слепой затест. Снова в горах, но уже теперь с Богданом. Всем, au revoir. Вот так. Боннчанс. Боннчанс, 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 боннчанс. Боннчанс. Бизу, бизу. Весь свой вокабуляр, что сон сказал. Ну не весь, не весь. Я могу еще говорить, мой cher Саша? А, да? Да, я могу говорить. Я слушаю. Боннчанс. 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 Боннчанс.